Всем привет! В сегодняшнем видео вместе с вами будем тестировать новую пудру для бровей от Essence. Давайте приступим! Ну что же, это абсолютно новый для меня продукт, не только конкретно этот, но и вообще пудра для бровей. Я совершенно не представляю, что там внутри. Но для начала давайте чуть больше узнаем об этом продукте. Ну вот я на официальном сайте Essence, самый лучший источник информации. Здесь написано, что пудра для бровей Make Me Brow. Мне нравится эта игра слов, это как Make Me Brow. Два оттенка существует, 02 это Blonde и 01 это Brown. Итак, о продукте. Благодаря особому аппликатору, мягкой пудровой текстуре, продукт идеален для прорисовки контура бровей и придания им формы. Аккуратные, мягко очерченные вау брови одним движением. Держи аппликатор под углом, чтобы добиться максимальной точности нанесения. Ну и дальше у нас тут ингредиенты. И больше никакой информации Essence нам не дает, поэтому давайте посмотрим, что же все-таки там внутри. Вот в такой упаковке продается продукт, очень тоненький и длинный. И внутри какой-то шарик. Потому что тут есть вот такой вот звук. Теперь я чуть приближу вас и попробуем нанести этот продукт. На бровях у меня сейчас абсолютно ничего нет. И мне точно понадобится щеточка для того, чтобы их расчесать. Как я вижу здесь, ее нет. Хм. Ну вот такой вот аппликатор идет. Да, это действительно очень похоже на сухие тени, просто немного в другом формате. Окей. Для начала я расчешу брови в ту форму, которую мне бы хотелось. Теперь возьму средство и попробую его тихонечко нанести. Потому что мне кажется, что оно, возможно, может осыпаться. Да, определенно точно. Сейчас я немножко расчешу бровь. Оттенок, конечно, супер темный. Но пока я не в восторге. Возможно, это, конечно, моя ошибка здесь. Я не умею правильно им пользоваться. Но так, я все-таки брови закреплю своим закрепляющим гелем. Потому что не уверена, что форма будет держаться. Они просто больше их покрасили и запонули, чем закрепили. Так, ну сейчас я сделаю вторую бровь и покажу вам конечный результат. Со второй стороной, со второй бровью я смогла добиться большей естественности и натуральности. Но посмотрите, как сильно у меня осыпалась эта пудра. То есть здесь вот под глазом тоже есть пудра. И сейчас это убрать, не повредив макияж, который у меня уже есть. Не знаю, насколько у меня получится. Поэтому неаккуратный, конечно, продукт. Вот такой у меня получился результат с использованием пудры от Essence. Пудра для бровей. Вам судить, но для меня я не скажу, что суперудобная вещь. Во-первых, она требует затраты определенного времени. То есть для этого мне понадобилась щеточка, мне понадобилась ватная палочка для того, чтобы почистить под бровями пространство, чтобы оно выглядело аккуратно. Мне понадобился закрепляющий кель, мне понадобился блендер, чтобы где-то убрать пудру, которая у меня на лицо упала. Ну и брови, не могу сказать, что выглядят прям на отлично. Но посмотрим, как они будут держаться весь день. У нас сейчас пол первого. Я буду их носить целый день. Покажу вам через пару часов, в конце дня. И также в конце дня расскажу вам свои финальные впечатления от использования этой пудры для бровей. Так что оставайтесь. Всем добрый вечер. У нас сейчас почти 10 часов. А это значит, что я целый день проходила с пудрой для бровей от Essence. И могу рассказать вам о своих заключительных впечатлениях. Сразу скажу, что в целом мне продукт скорее не понравился, чем понравился. Но начну все-таки с плюсов. Самый главный, как мне кажется, плюс, это в том, что продукт обладает действительно очень насыщенным цветом. Держится целый день. То есть брови у меня выглядят сейчас точно так же, как они выглядели в самом начале, когда я их только нанесла. Ну и также стоит сказать, что цена в 200 рублей очень адекватная и бюджетная. Теперь давайте поговорим о минусах. Их, к сожалению, намного больше. Самый главный для меня минус в том, что это очень неаккуратный, очень неудобный для использования продукт. Лично для меня. Во-первых, когда вы откручиваете вот саму эту крышечку, или как ее назвать, с аппликатором и достаете, пудра летит во все стороны, остается у вас на пальцах, возможно, на одежде. И когда вы наносите продукт на брови, пудра также осыпается на ваше лицо, на вашу одежду, на ваш уже созданный макияж. То есть единственным путем решения этой проблемы является вариант нанесения сначала пудры для бровей, потом уже всего остального макияжа. Но это тоже не всегда удобно, потому что потом тональный цвет наносить сверху, оно может попасть на брови. Следующий минус это всего два оттенка. И вот мой оттенок коричневый браун, он с отчетливо заметным красноватым подтоном, и у меня волосы, у них нет красноватого подтона, поэтому не могу сказать, что идеальные ситуации, они очень хорошо сочетаются друг с другом. Также с продуктом очень легко можно переборщить, определенно нужно время, чтобы научиться его использовать, и чтобы делать брови как можно более естественными, потому что мне лично не нравится, когда вот прям четко понятно, что вы как будто маркером прорисовали их, как у меня получилось вот с правой бровью, с левой чуть лучше, потому что она была второй, и я уже начала понимать, как это действует, но тоже не идеально. Поэтому время точно нужно на этот продукт, и не справиться быстро с ним, то есть мне понадобилась еще дополнительная щеточка, ватная палочка, чтобы почистить. Я вам показывала в самом начале видео, поэтому если вы начинаете только пользоваться косметикой, макияжем, я не думаю, что этот продукт вам подойдет. Поэтому, как мне кажется, эта пудра для бровей подойдет, если у вас уже и так достаточно густые, широкие брови, и вы просто хотите в некоторых местах их заполнить. Но у меня все на сегодня, такие были мои впечатления от пудры для бровей от Essence. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, не забудьте подписаться, и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok